Интересное дело, мало кто знает, что несовершеннолетние люди чаще соблазняются иллюзией легкого и быстрого заработка и идут в так называемые кладмены или, говоря сухим языком полицейского протокола, осуществляют сбыт наркотических веществ, оставляя их в специально оборудованных тайниках. Так вот, в Алматы группа единомышленников считает, что самостоятельно полицейским с этим видом преступности не справится. Они запустили в мегаполисе проект «Наркостоп» и готовы бороться с этим социальным злом сообща. Наркоманы действительно молодеют. Еще каких-нибудь 5-10 лет тому назад самому младшему из них едва насчитывалось 23 года, а сейчас за помощью обращаются 16-летние юноши и девушки. Жажда временной эйфории буквально захватывает казахстанскую молодежь по нарастающей. Большой спрос на синтетические наркотики. Они стали дешевле и доступнее. Это настоящая катастрофа национального масштаба. Портрет преступников-наркоманов помолодела. Очень часто вводятся наркоманы молодые, 21 лет. Ну, как бы хотелось бы сказать, что не только по закладчикам работаем, но также проводим профилактические мероприятия по школам, по вузам, с родителями школьников. Объявления, предлагающие высокооплачиваемую работу курьера, а на самом деле закладчика наркотиков, совершенно спокойно всплывают в интернете или приходят в спам-рассылках. Так называемые саперы или кладмены работают около месяца, а особо изворотливые в среднем успевают поработать не более полугода. Их вычисляют, ловят и сажают в тюрьму. Так на скамью подсудимых попадают, по сути, дети. Срок от 10 лет лишения свободы. Вот так эти незаконные игры в прятки ломают жизнь молодому человеку и его близким. Наказание за рисунки граффити, рисунков наркопреступности, сайтов рекламы из статьи Уголовного кодекса 299-1 от 3 до 6 лет. Включая, если по закладчикам говорить, то от 10 и выше, несмотря на хранение количества. Они думают легкие деньги. Как бы за одну закладку предлагают им 1600-1500 деньги. Да, это одно. В день, если они где-то 30-40 закладок сделают, потом думают в месяц около 500 тысяч заработают. Но до этого не доходит, конечно. В течение недели, двух недель они ловятся и потом жалеют об этом. Вот, например, был случай, задержали мальчика. Он работал поваром, то есть нормальной жизнью жил, пока у него не заболела мама. И его заработок не позволял оплатить ей должное лечение. И в такой момент он не устоял перед соблазном заработка легкого. И, так сказать, подвергся в вербовке нарко-кураторов, наркомагазинов. Ну, чем это все закончилось? Это закончилось тем, что маме он так и не помог. Сам под следствием. Скорее всего, он получит примерно 10 лет. Проект «Наркостоп» работает по нескольким направлениям. Например, помогают закрашивать рекламу наркотиков. Вооружившись краской и кисточками, они буквально прочесывают алматинские дворы, парки и скверы. В поисках ссылок, QR-кодов, телефонов. Найти их легко. У нас много добровольцев, которые сами хотят помогать нам. Мы выходим два раза в неделю. То есть, в основном, это один раз в будний день. Чаще всего это в четверг или пятницу и в воскресенье. На проекте у нас задействовано около 170 волонтеров. И сейчас у нас на проекте, на закраске участвуют около 30 волонтеров. Все очень просто. Вы можете написать в инстаграм наркостоп.кз, что вы хотите стать волонтером. С вами обязательно свяжутся и добавят вас в группу. И уже в группе там будет вся подробная информация. Кроме того, общественники наркостопа организовали так называемые наркопатрули. Они проводят периодические рейды там, где промышляют закладчики чаще всего. Наши деятели ходят, патрулируют по улицам, ходить наркозакладчиками ищем. Ну, как ищем, чтобы по темам улицам, которые нам пишут жители, в наш личный инстаграм сайт, по этим улицам и патрулируем. Если в этом же районе наркопатрули, наркозакладчики, если их есть, то помогаем задерживать их. Звони 102, садись в УПН, в город Алматы, в департамент полиции. Она очень важна и эффективна. Как бы хотелось бы привлечь больших людей гражданских, чтобы выходили, тоже помогали. Также у нас по закрашиванию напись. Потому что если только силами сотрудников полиции, это невозможно будет. Потому что каждый днем растут написи, рисунки, граффити рисунков наркосайтов всяких. И также у нас вот наркостоп, они вот есть патрулирования, ночные патрулирования, чем очень хорошо нам помогают. С выявлением закладчиков и вот тех, кто рисует эти граффити рисунки. Распознать сапера, говорят активисты, проще простого. К тому же уличные камеры видеонаблюдения сейчас в мегаполисах почти на каждом здании. Скрыться от всевидящего ока практически невозможно. Наркозакладчики, они как действуют, они выбирают всегда темную улицу, тупиковую, чтобы их не было заметно. Понимаем уже, когда они заходят в кусты, копают. Это уже либо потребитель, либо наркозакладчик. Поведение, они всегда, как бы сказать, напряженно ходят в шапках, масках, чтобы не палить себя в камерах где-то еще в обществе. Из этого уже понятно. А еще в наркостопе открыли колл-центр. Это своего рода горячая линия, куда могут позвонить и получить как юридическую, так и психологическую помощь любой желающей. Во-первых, мы, опять же, повторюсь, мы стремимся к освещению проблемы. Мы стремимся, чтобы наша молодежь знала, на самом деле, что это такое и как это воздействует на организм, как физически, так и психологически. Чтобы она была осведомлена. Как бы мы не ставим такую, знаете, нереальную цель победить наркоторговлю во всем мире. Но мы хотим, чтобы наша молодежь, будущее нашей страны, знала, с чем она связывается перед тем, как она решит попробовать. Конечно, есть в планах масштабирование проекта по крупным городам Казахстана. Мы сейчас над этим работаем. Проблему пытаются завуалировать. Часто подростки и взрослые потребители не обращаются в государственные больницы из-за того, что приходится вставать на учет в наркодиспансер с диагнозом «наркомания». Родители боятся последствий и стараются решать проблему в частных центрах, услуги которых стоят, мягко говоря, недешево. Один месяц пребывания в частной реабилитации обходится в минимум 300-350 тысяч рублей. То есть есть и реабилитации по 500, и по 600 тысяч. Я вам скажу то, что для синтетического наркомана, если брать по курсам, выходит, ну, как показывает опыт, 6-7 курсов некоторые проходят реабилитации. Один курс – это полгода в среднем. То есть сейчас получается ситуация такая, то, что вылечить, да, конечно, всех вылечить не получится, но пройти вот такой полный реабилитационный курс в семье это может обойтись 10 миллионов тенге. Ну, это примерно. Кому-то меньше, кому-то больше. И вот это вот одна из проблем. Ежегодно в стране от передозировки запрещенных веществ умирают наши соотечественники. При этом болезни, связанные с хронической наркоманией, также уносят жизни наших граждан. Несмотря на многочисленные акции по профилактике наркозависимости, беседы о вреде наркотических и психотропных веществ, усиление административной и уголовной ответственности за хранение избытных наркотиков и изменить ситуацию к лучшему дается с трудом. Но чем больше таких проектов, как Наркостоп, будет появляться в стране, тем выше у нас шансы защитить нашу молодежь от этой смертельной заразы. Редактор субтитров А.Семкин